В втором шаге при построении нулевой модели у нас осталось 600 из 640 человек. 40 человек, да, они, к сожалению, не попали ни в одну из моделей. Но я полагаю, что это небольшая потеря. 40 человек из 2330. Перенесем характеристики нулевой модели тоже в Excel. Вот, собственно, они. Таким образом, мы видим, что в исходных данных, в которых, напомню, было 2330 объектов, то есть респондентов в нашем случае, родителей, мы не смогли спрогнозировать поведение 40 респондентов. Они не попали ни в одну из моделей. Однако это достаточно, на мой взгляд, небольшой процент, на который мы можем закрыть глаза. Что же мы видим? Мы видим, что предикторы по-разному влияют на представителей двух моделей. Розоватым выделены предикторы, одни и те же предикторы в двух моделях, но которые влияют диаметрально противоположным образом. То есть, например, мы видим, что если семейное положение респондента является холостным и замужем, то в нулевой модели это положительно влияет на частоту посещения с ребенком досугового центра. А в первой модели влияет отрицательно. Собственно, маленькое пояснение. Назвали первая модель нулевая модель в соответствии с тем, как в фильтре было. Единичка в исходном файле selected, ноль unselected. То есть, это те, кто исходно были выбраны, это те, кого матеяли и кого моделировали во вторую очередь. Итак, мы видим, что большинство предикторов сохранились в обеих моделях, но влияют по-разному. Неудивительно, что когда мы пытались в целом все 2330 корреспондентов смоделировать одной моделью, их поведение смоделировать одной моделью, объяснить, мы не достигли успеха. Мы достигли R-квадрата всего лишь 8%. А здесь в каждой из моделей R-квадрат превышает существенно 0,5. И здесь достигает 0,6. И здесь почти достигает 0,6. Также мы видим, есть ряд предикторов, выделенных голубоватым цветом, которые не совпадают в двух моделях. Встает вопрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...